Меньше месяца остается у муниципалитетов Якутии, чтобы сдать оставшиеся объекты программы переселения. Речь идет о 43 домах в 13 районах, которые не успели сдать к 1 сентября, как это было запланировано. Однако, учитывая особенности региона, фонд содействия реформированию ЖКХ продлил срок для Якутии до 1 декабря. На два месяца. Учитывали и тот факт, что республика одна из немногих регионов России, который максимально честно заявил об объемах аварийных квадратов и стал одним из лидеров по этому показателю. Взглянем на цифры. 490 тысяч квадратных метров. Более 10 тысяч жилых помещений. Это меньше только заявленной площади Иркутской области. У соседей квадратура аварийного жилфонда достигла почти 550 тысяч. В итоге, за 4 года реализации программы в Якутии расселили почти 12 тысяч квартир. Новое жилье получили больше 30 тысяч человек. Кроме того, в последние годы Якутия занимала передовые позиции по вводу в эксплуатацию новых домов. А к завершению вошла в тройку лидеров, ликвидировав почти всю заявленную аварийку. Имеется в виду соотношение квадратуры. В этом списке наш регион уступил только Республике Башкортостан и Кемеровской области. А вот лидер по количеству аварийных площадей, Иркутская область, в этом рейтинге закрепилась на пятом месте. Тем не менее, до завершения первого этапа программы остается чуть меньше месяца. И успеют ли в Якутии уложиться в этот срок и оправдать, так сказать, кредит доверия, постаралась выяснить сэр главный Захарова. Все, пошли. Спасибо. Людмила Балакова не может не нарадоваться новой квартире. Говорит, ей даже снился этот момент и то, что произойдет долгожданное новоселье именно в ноябре. А ждали заселения целый год. Квартиры им обещали еще в 2016-м. Но стройка в Серебряном Бару затянулась. А выполнение плана программы переселения оказалось под угрозой срыва. Этот дом и еще несколько других в поселке руководство республики взяло под особый контроль. Буквально пару месяцев назад ситуацию удалось стабилизировать. И людей начали заселять в новые квартиры. Весь год Людмиле Балаковой и другим жильцам пришлось ждать своей очереди на переселение в старом деревянном доме. Зима сопровождалась постоянными авариями на инженерных сетях. А весна одарила ложителей не запахом расцветающей зелени, а амбре тающих отходов. Зимой, конечно, холодно, канализация уходит под дом, все перемерзает, люди на первых этажах мучаются. А когда начинается весна, то есть зловоние из-под дома выходит, зловоние натуральное, дышать даже нечем бы. Но теперь все это осталось в прошлом. И Новый год Людмила встретит уже в новой просторной квартире. До 1 декабря Серебряный Бор планирует сдать все оставшиеся дома и закрыть программу переселения. Однако время поджимает и счет пошел на дни. Об этом главном поселении напомнил и вице-спикер правительства Якутии Игорь Никифоров на уходящей неделе. На данный момент напряженная обстановка сохраняется в поселке Чульман. Здесь подрядчик не успевает и у него не хватает ни сил, ни организации. Принято решение заключить тройственное соглашение для того, чтобы полномочия по окончанию стройки передать другому. И мы видим, что у нас из-за оставшихся передов получится. Также он добавил, что ни по одному объекту точка невозврата не пройдена. И ситуацию еще можно выровнять. А в соседнем районе Алданском программу уже почти закрыли. В эти дни строители сдали предпоследний дом. Ключи от новых квартир получили 59 семей. Сосновая 3, Пролетарская 5, остатки Бертина 101, сюда все переселяется полностью. Татьяна с мужем получили квартиру после нескольких лет с Китаней. Их дом сгорел. Эмоции настолько переполняли девушку, что она даже не смогла с первого раза вставить ключ в замоченную скважину. Дверь помог открыть Евгений, сосед по старому дому, а теперь и по новому. Квартира Евгения на третьем этаже. Он с женой Анастасией и маленькой Миланой переедут в нее уже в ближайшее время, как только завершат ремонт. Мы счастливы, мы рады. Самые лучшие впечатления. Планировка хорошая, светлая квартира, тепло. Однако все же то, что ряд домов в республике к положенному сроку до 1 сентября муниципалитеты не успели сдать, остается фактом. Свою роль в этом сыграли и климатические условия, и некачественно спланированное строительство, говорят в региональном Минстрое. Весь этот опыт и печальный, и положительный планируют учесть в будущей программе. К слову, уже к июню следующего года в России должны разработать ее механизмы. Требования, конечно, будут очень жесткие. Во-первых, должны быть должным образом подготовлены площадки, территории, на которые должно будет осуществляться строительство. Возможно, это будет комплексное освоение территории. Соответственно, все эти территории должны соответствовать градостроительной документации. Это будет одно из необходимых условий для того, чтобы было возможно реализовывать эту программу. Также республика готовит ряд предложений по будущей программе. Они касаются и учета особенностей региона, в том числе и климатических. Кроме этого, одно из основных положений связано с проектами строительства. Как считают ведомства, они должны подходить для повторного пользования на других объектах. В особенности, тех, которые финансируются из собственного бюджета республики. Заметим, что предстоящая программа обещает быть еще более глобальной. Списки нового аварийного жилья пополнили уже больше миллиона квадратных метров. А это вновь одни из самых крупных по стране.